Так, давайте будем потихоньку начинать. Да, сейчас, секунду. Значит, с чего я хочу начать? Давайте немножко разомнемся. Надеюсь, вы уже проснулись. Разомнемся, и мне нужно снять небольшое видео. Давайте все поднимем руки. Пожалуйста, все, все, все поднимите руки, поднимите руки. Мне это нужно документально зафиксировать. Спасибо большое, можете опускать. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто собеседует тестировщиков. Ну, кстати, не так много, но я думаю, в принципе, остальные тоже поймут мою боль. Значит, о чем я хочу сегодня поговорить? Ага, все, понял, не туда жал. Значит, представьте ситуацию. К вам приходит на собеседование вот такой вот человек. Кандидат сеньор. И у него вот такой вот послужной список, в котором есть и докер, и кубернетис он потрогал, и с гитом разбирается, и робот фреймворк. В общем, все понятно, да? Прям хороший такой, сильный чувак. Вот, причем это не собирательный образ, это я реально вот просто взял первое попавшееся резюме, которое у меня было, вот, и оттуда это скопировал, то есть это реальный человек. Вот, естественно, не буду говорить, кто это. В общем, да, он 10 из 10, но вы, допустим, его берете на работу, вот, и неожиданно выясняется на ревью тест-кейсов, что медлы ему постоянно оставляют замечание о том, что он не делает нужных проверок, или делает лишние проверки, или как-то не так составляет тест-кейсы. Ну, в общем, короче, какая-то фигня происходит, то есть вроде чувак тут как бы сеньор, но почему-то он не умеет в тест-дизайн. Вот, и мне кажется, что эта ситуация, она, ну, все как бы шире и все больше становится. Это действительно становится проблемой. Мне кажется, это становится проблемой не только в тестировании, но сегодня мы поговорим о моем опыте, да, именно про тестирование. Происходит это потому, что достаточно давно, уже много лет, есть эта мода на T-shape, да, кто не знает, что такое T-shape, я расскажу. T-shape – это такая концепция, в которой вот эта вертикальная палочка в Т означает, что, ну, вы профессионал в своем как бы мастерстве, свое дело. Вот если мы говорим про тестировщиков, то это вот тестирование, тестовая модель, планирование, тестирование, тест-дизайн, вот это все, это вот эта вот вертикальная палка. А горизонтальная палочка – это какие-то смежные области, то есть это вот как раз там, что вы более-менее знаете, что такое там очереди, в архитектуру, может быть, чуть-чуть залезли, в программирование чуть-чуть залезли, в аналитику чуть-чуть залезли, это вот все про это. Вот. И мне кажется, что тестировщики стали все больше заниматься вот горизонтальной палочкой и все меньше вертикальной. Вот. Сегодня я, собственно, приведу примеры, почему я так считаю. Да, в нас, как мне кажется, пропал дух профессионализма, и я сегодня не хочу говорить с вами о каких-то новых практиках, о том, что вы можете унести там свою команду на конференции. Я сегодня хочу, чтобы мы немножко порефлексировали, чтобы вы задумались о том, где вы находитесь, кто вы и так далее. Ну и в целом, особенно для тех, кто собеседует, тестировщиков, может быть, что-то изменится у вас в процессе собеседований. Почему я об этом говорю? Потому что за последние три года, то есть это плюс-минус актуальная информация, я провел более 250 интервью. Из них 150 – это собеседований, причем собеседований в основном медлов и сеньоров, потому что мы практически не нанимаем женов. То есть это люди, которые уже где-то поработали, уже какой-то опыт у них есть, то есть это, ну, как бы с ними можно предметно поговорить. И провел более 100 грейдирований, это уже внутренние грейды внутри компании. То есть я разговаривал с тестировщиками о тестировании. Более того, я еще и подготовил более 80 докладов на конференции. В смысле, это не я выступал. Это я, как член программного комитета, готовил доклады, причем из них 40 – это непосредственно секцию тестирования. То есть я разговаривал с тестировщиками о тестировании в огромном количестве. То есть 40 – это только те, которые дошли до выступления. Ну, как вы можете представить себе объем, сколько их было всего. То есть я действительно, в общем, что-то видел. О чем сегодня хочу поговорить, да, сказал уже, не хочу вам каких-то практик приносить и так далее. Важно просто, чтобы вы понимали, что у меня нет здесь цели там кого-то оскорбить, унизить и так далее. У меня нет цели саму утродиться. Цель одна – немножко дать задуматься, возможно, ну и самому, короче, об этом подумать. Цель создания доклада тоже такая была о том, какой уровень подготовки мы требуем от тестировщиков и все ли у нас идет хорошо. Мы все-таки считаем, что да, на собесах и на грейдах люди нервничают. Они могут показывать не тот перформанс, на который они действительно могут выйти в работе. Но, тем не менее, мы считаем, что какой-то уровень подготовки должен быть. О нем я сегодня и буду разговаривать. Значит, начнем. И вообще в целом я сегодня буду говорить практически полностью только о тест-дизайне, о разных его аспектах, потому что я считаю, что тест-дизайн – это то, что должно у тестировщика отскакивать от зубов. И, собственно, к сожалению, так не происходит. Это простейший вопрос, то есть это все будут вопросы собесов. Простейший вопрос, который я задаю на собеседовании – зачем вообще нам нужен тест-дизайн? Что отвечают довольно часто, слава богу, не всегда, но довольно часто отвечают, что тест-дизайн нам нужен для ускорения тестирования. Это как бы единственный ответ, на что я задаю справедливый вопрос, каким образом построение таблицы принятия решений или диаграммы перехода в состоянии нам помогает ускориться. Кажется, как будто бы нужно на это потратить довольно много времени. И мне кажется, важно понимать, что тест-дизайн, он все-таки в первую очередь нужен для того, чтобы качественно протестировать. Почему это важно? Ну и вообще почему так? Потому что если мы попробуем с вами вернуться во времена, когда никакого тест-дизайна не было, и представим себе, откуда он, собственно, появился, то не было никакой задачи быстро протестировать. Была задача протестировать, ну вообще просто протестировать, понять, что мы сделали то, что нужно. Задача была такая, собственно, эту задачу мы и, ну точнее люди, которые придумали тест-дизайн, и решали. Важно это почему? Потому что несколько раз, когда я спрашивал у тестировщиков, почему они не пользуются техниками тест-дизайна, мне отвечали, что мы никуда не торопимся, вот, нам, собственно, никуда не нужно спешить, поэтому, в принципе, мы можем обойтись и без них. Но дело в том, что, скорее всего, человек, который не пользуется техниками тест-дизайна для того, чтобы составлять там проверки и так далее, он тестирует не только медленно, но и некачественно. Вот, то есть, да, действительно, ускорение тестирования при использовании техник тест-дизайна происходит, но это скорее побочный эффект. И, в общем, мне кажется, это важно понимать, важно себе это в голове зарубить, что ими нужно пользоваться не только тогда, когда нам нужна скорость. Тоже дальше простой теоретический вопрос про черный и белый ящики. Что тоже отвечают? Отвечают, что, дескать, если у нас есть доступ к коду, то это белый ящик, да, если нет доступа к коду, это черный ящик. Банальный ответ. Так действительно многие говорят. Для меня это, на самом деле, довольно странно. Особенно это странно, потому что, когда пытаешься разговаривать с тестировщиками о техниках белого ящика, они, как правило, особо как бы ничего о них не знают. И это нормально. Мы, на самом деле, не требуем от тестировщика знаний техник белого ящика, потому что, ну, пока что мы их не применяем. Но просто мне кажется, что если ты разбираешься в теме, вообще, когда ты ее изучаешь, то было бы здорово, если бы ты, ну, почитал вот чуть-чуть дальше, чуть-чуть левее, условно говоря, но, к сожалению, этого тоже не происходит. Значит, чем же тут дело с черным и белым ящиком? Опять же, какого ответа мы там ждем? В общем, дело, на самом деле, не только в коде. Если точно сказать, то дело не только в том коде, который пишут ваши разработчики. Потому что у вас на продукте или на проекте по-любому используется какая-то операционная система, какая-то база данных, какой-то менеджер очередей. В конце концов разработчики пишут на каком-то фреймворке, используют какие-то библиотеки. И если у вас есть знания о чем-то из того, что я перечислил, то вы уже можете применять техники белого ящика. То есть есть у вас доступ к коду, нет у вас доступ к коду. Если у вас знания какие-то о внутреннем устройстве системы есть, вы уже можете применять техники белого ящика. Потому что вообще-то это подход, а не описание ситуации. Есть доступ к коду и нет доступ к коду, это описание ситуации. А это концепция, черные и белые ящики, это концепция, которая говорит о подходе. Как вы относитесь к тестированию? Вы можете написать свое собственное приложение, вы будете знать каждую строчку кода в нем, что она делает и так далее. Но это не значит, что вы не сможете протестировать ее методами черного ящика. Вы спокойно сможете это сделать. И вообще-то так даже программисты со своими подпроектами и делают. Дальше. Тоже важный дисклеймер, как мне кажется. Я не люблю тестовые задания. И то, что будет дальше, просто дальше будут задачки. Я не считаю, что это какие-то тестовые задания на собеседовании или вне собеседовании. Я считаю, что это просто задачки на понимание той теории, которую я спрашиваю. Потому что зазубривать термины, более-менее отвечать какими-то там определениями из книжки или из интернета, не дай бог, все более-менее научились. Но нам важно при подборе, чтобы человек понимал то, о чем он говорит. Поэтому мы, собственно, придумали задачки. Значит, моя любимая задачка. Ее, кажется, я уже на каждом собеседовании пару лет задаю. Причем я ее не меняю. Видимо, после докладов этих придется поменять. Значит, програничные значения. Приготовьтесь, пожалуйста, немножко вникнуть. Задачка простая, но нужно вникнуть, потому что я попрошу вас потом голосовать за варианты ответа. Можете достать телефон, и в целом это вам в любом случае понадобится для того, чтобы QR-коды потом отсканить. Ну и для того, чтобы сфоткать условия задачи, если вы вдруг его сразу сходу не поймете. Я его буду проговаривать голосом дополнительно, чтобы вам было как бы проще. Значит, задачка простая. Есть сайт, предназначенный для людей школьного возраста. Школьным возрастом по условиям задачи мы считаем людей от 7 до 18 лет включительно. Когда вы заходите на сайт, появляется формочка, в которой нужно ввести свой возраст, количество полных лет, никаких дат рождения и так далее. В эту формочку можно ввести только цифры, и максимум туда влазит два символа, два знака. Что как бы нужно? Не нужно, во-первых, не нужно проверять корректность ввода. Нужно проверить только логику допуска, не допуска на сайт. Как бы логика какая? Если школьный возраст вы ввели, вас пустит. Если, собственно, ввели не школьный, то вас не пустит. Что нужно сделать? Называть набор значений, состоящий из минимального количества элементов, с помощью которого эта логика будет проверяться. Вот. Давайте немножко здесь вот зависнем. Да, вы осознаете. Мне кажется, тут довольно… Тут много текста, но этот текст нужен только для того, чтобы упростить эту задачу на самом деле. То есть тут, как мне кажется, все довольно просто. Значит, с чего начинают… Тут тоже есть проблемы, значит, с чего начинают ответы многие. Кто-то начинает спорить с условиями, говорить про то, что, ну, ведь можно в школу из шести лет, что мне кажется довольно странным, потому что там даже не сказано, о какой стране речь, по какому законодательству, вообще о чем спор здесь происходит. Мне непонятно. Я не понимаю, зачем на собеседовании об этом спорить. Ну, это окей. Это типа такая проактивность тестировщеская. В этом, может быть, есть свой плюс. Начинают вводить отрицательные значения, начинают вводить буквы и символы, хотя явно сказано, что не нужно проверять ввод. То есть корректность ввода проверять не нужно. Это явно проговаривается. Самое плохое в этом всем, что вот эти проверки с отрицательными значениями, с буквами и символы, тестировщики начинают смешивать с теми проверками, которые от них действительно требуются. Это говорит о том, что человек, который так отвечает, не понимает, что такое атомарность требований, не понимает, как, собственно, побить, ну, как бы одно требование отделить от другого и так далее и тому подобное. Это, на самом деле, тоже большая проблема, потому что это потом выливается в смешиваемые в одном тест-кейсе несколько требований. В общем, это прям, это тоже большая проблема. Но сегодня мы поговорим именно про граничные значения. Значит, да, у меня здесь есть варианты. Это действительные варианты, очень частые ответов на вот ту задачку, которую я выше предоставлял. Я надеюсь, вы успели над ней подумать. Вот. И сейчас я буду просить вас, собственно, поднимать руки на каждый из этих вариантов. То, что вы умеете поднимать руки, мы уже проверили, у меня это документально зафиксировано. Поэтому, пожалуйста, поднимайте руки. Значит, давайте, кто будет, кто бы стал проверять, собственно, ну, короче, дал бы ответ на эту задачку набором под номером один. Поднимите руку, пожалуйста. Окей. Никого. Кто бы проверял номером два? Да ладно, ничего себе. Хорошо. Кто бы проверял под номером три? Ага. Отлично. Уже побольше рук. Кто бы выбрал вариант номер четыре? Чуть поменьше, но тоже есть. Отлично. Кто бы выбрал вариант номер пять? Ага. И куча воздержавшихся. Хорошо. Но такие люди тоже есть. Так. Значит, давайте поедем. Дальше. Да, специальный слайд антиспойлер. Это на случай случайно пролистну слайд. Вы можете подписаться на телеграм-канал моего кота. Значит, поехали. Наверное, ну, правильно тут будет начать с тех вариантов, которые мы считаем неправильными. Мы считаем неправильным вариант один, два и пять. За один и два никто не голосовал. За пять там буквально три человека. Это прикольно. Почему мы считаем их неправильными? Потому что в них проверяются восемь и семнадцать. Ну, и причем проверяются они одновременно и восемь и семнадцать. Почему это важно? И, ну, в общем, какой логикой руководствуются люди, которые так отвечают? Когда задаю вопрос, почему вы проверили шесть, почему вы проверили восемь? Вот почему вы проверили восемь, люди очень часто отвечают, потому что это техника граничных значений, в которой указано, что нужно проверять вот типа границу и два значения рядом с ней. Что вообще для меня, ну, если что, является очень странным ответом, потому что, ну, в общем, так не надо, так профессионалы не отвечают, потому что так написано. Это очень странный ответ. Мы как бы все-таки пытаемся найти людей, которые разбираются в том, чем они занимаются. Вот. И в данном случае, и на самом деле в большинстве случаев, которые требуют применения техники граничных значений, действительно достаточно двух значений, просто потому что граница является, граница является что-то между этими двумя значениями. Все очень просто понять, да, что мы вводим шесть, и нас еще пускает, мы вводим семь, ой, еще не пускает, и мы вводим семь, и нас уже не пускает. Это значит, что граница где-то между ними, и, соответственно, нам достаточно проверить только два этих значения. Вот. Восьмерку в данном случае проверять смысла нет, потому что если там ошибка, то, ну, точнее, если на семье ошибка, то это условие уже сломано. Там только для локализации имеет смысл использовать восьмерку. Да, остались у нас два варианта. Тут надо разобраться, какой из них мы считаем более правильным, и более правильным мы считаем вариант четыре. Напомню, чем он отличается от третьего варианта. В нем есть проверка посередине, здесь это двенадцать. Вот. На самом деле это могла быть восемь, или это могла быть семнадцать, но не две сразу. Почему? Потому что может возникнуть такая ситуация в коде, в которой мы передаем массив в виде границ, а принимающая функция воспримет ее как просто два числа, ну, набор двух чисел. И в этом случае, если мы откажемся от проверки посередине, то у нас тест пройдет, хотя по факту логика работает неправильно. Вот. Но более важным, мне кажется, в этой ситуации является то, что семь и восемнадцать — это числа, которые указаны в постановке, и вообще в целом это такая тестировческая мудрость, что, ну, по-хорошему нужно проверить еще какие-то числа, помимо тех, что указаны в постановке, потому что в постановке те числа, которые указаны в постановке, они, скорее всего, есть и в коде. Вот. А нам нужно как бы действительно убедиться, что у нас работают не только они. Вот. Поэтому мы считаем там более правильным вот вариант номер четыре, но на самом деле те, кто поднимал руку на третий, тоже молодцы, потому что в первую очередь это задачка на отлов тех, кто слепо и тупо применяет вот эту вот мантру про то, что нужно взять границу и два значения рядом с ней. Вот. Дальше. Тест-дизайн, опять же, диаграмма переходов в состоянии. Тоже вопрос про то, что это такое, да, где это используется и так далее. Значит, отвечают про то, что это переходы между экранами. Особенно так любят отвечать те, кто занимается тестированием мобильных приложений. Ну, в общем, не очень понятно, как вот эти переходы между экранами тестировать, учитывая то, сколько там элементов на экране находится, что они тоже меняют свое состояние и так далее и тому подобное. Есть вспомогательный вопрос, а вообще о чем идет речь? То есть диаграмма переходов в состоянии чего? Очень много человек действительно отвечают системой. Вот просто есть вся система, у нее есть какое-то состояние, и как-то она его меняет. Как это тестировать, совершенно непонятно. Как это помогает при тестировании, совершенно непонятно. Про экран уже сказал, ну и про элементы интерфейса я чуть позже добавлю. Значит, опять же, что на самом деле и чего мы ждем? Мы ждем, что человек скажет, что речь идет о каком-то объекте в системе. Ну, то есть это какая-то сущность. Это может быть прям сущность в базе данных, у которой есть атрибут статус, например, и при наступлении определенных событий конкретно этот атрибут меняется. И это мы и тестируем. Вот такого ответа мы, собственно, ждем. И исходя из этого вытекает, что тестируется все-таки в первую очередь бизнес-логика, а ни в коем случае не элементы интерфейса и не вся система в целом. Я при этом не вижу проблемы действительно нарисовать такую же диаграмму для кнопки, например, для конкретного элемента интерфейса, который меняет свое состояние в зависимости от действия пользователя, конкретный элемент, у которого действительно есть состояние. Я такой проблем не вижу, но изначально вообще это, конечно, все-таки больше про что-то, что происходит в недрах системы. Дальше. Тест-дизайн, попарное тестирование. Здесь у нас тоже задачка. Я не буду сейчас вас мучить поднятием рук. Тоже простая задачка. В общем, есть сайт по подбору iPhone. Два параметра для подбора. Это год производства. Их ровно 10 с 11 по 20. И модель iPhone. Их тоже ровно 10 с 3 по 12. Задача звучит так. Нужно проверить работу фильтров. Сколько значений получится для проверки, если использовать здесь PowerWise. Очень много людей начинают эту задачку всерьез решать. Кто-то там называет 10, 20, кто-то говорит даже 100. Может быть, он и прав. Но на самом деле мы ждем ответа, что вообще-то здесь нет смысла применять PowerWise, потому что дано всего два параметра. А PowerWise имеет смысл применять как минимум от трех параметров. Ну, просто потому что при двух параметрах это полный перебор. Это не PowerWise. Ну, типа PowerWise, но немножко не тот. Более того, мы еще и ждем, что человек сообразит и поймет, что, в общем-то, нет смысла проверять фильтры типа iPhone 12 в 11 году. Ну, просто потому что тогда их еще не выпускали и так далее и тому подобное. То есть вообще по-хорошему надо сначала все эти штуки побить на классы эквивалентности, а потом уже применять PowerWise. Ну, в данном случае его нет смысла применять. Ну, вообще, даже когда у нас какие-то такие значения, точнее, какие-то такие параметры, которые друг от друга явно зависят, вообще у нас PowerWise в прямом его виде применять нельзя. И это тоже надо понимать. Вот. Это задачка вот на понимание PowerWise, опять же, на выяснение человеку еще пользовался, понимает, что это такое и так далее. Вот. Потому что ответить, что это такое, могут многие, а вот применить почему-то нет. Хотя, казалось бы, очень просто. Моя любимая тема – это пирамида тестирования, потому что на ту задачку, которая здесь у нас, чуть позже расскажу, я еще не встречал ни одного правильного ответа, ну, на собесе не встречал. Понятно, что в кулуарах-то мы обсуждали. Значит, тоже те, кто хоть раз о пирамиде разговаривал, спрашивал на собесах, я думаю, понимают, что обычно про нее отвечают абсолютно все, что написано в интернете. А в интернете про пирамиду тестирования чего только не написано. Там и 4 ступени, и 5 ступеней, и приемочное там тестирование, и ручное там тестирование. В общем, куча-куча всего. Никто на самом деле не знает, как это правильно. Вот. Более того, есть еще действительно индивидуумы, которые, извиняюсь за то, что я так негативно, но которые отвечают, я читал в интернете, там так много всего разного написано, что я даже не стал разбираться. Вот такой тестировщик приходит к вам на собеседование, представляете вашу реакцию. Ну, мне кажется, это довольно странно. Дело даже не в том, что он тестировщик, дело в том, что, блин, чел, это твоя работа. Попробуй разобраться, что такое вообще. Вот. Даю задачку на, опять же, понимание, потому что все более-менее наловчились отвечать, что должно быть там, значит, внизу юнит-тесты, их должно быть много, чуть выше интеграционных, должно быть поменьше, там, и чуть выше, там, вариации есть. Где-то кто-то говорит системный, кто-то говорит ручный, кто-то говорит е-то-е, ну, в общем, вы поняли, кто-то говорит UI. В общем, все более-менее наловчились это отвечать. Это ничего не говорит о том, что понимает ли человек, что такое пирамид тестирования. Поэтому даю ему вот такую задачку. Значит, есть микросервис, у него есть API, на вход приходят два числа, number1 и number2. Вот. Логика в микросервисе очень простая. Если пришли два четных числа, то мы их складываем, возвращаем сумму. Если хотя бы одно нечетное, то мы из number1 вычитаем number2. И эту сумму тоже, в общем-то, возвращаем. Задача стоит так. Нужно проверить этот микросервис с помощью API-тестов. Вот. Ну и, собственно, вопрос, какие тесты вы проведете первыми. Что отвечают, как, я думаю, большинство из вас, может быть, и подумало, отвечают, что, естественно, нужно проверить четное и четное, четное и нечетное, нечетное и нечетное. Особо умные еще ноли, естественно, проверят. Потому что там же тоже как бы четность-нечетность есть. Вот. Ну, правда, ноли-ноли я не знаю, как бы кто. Ну, вы прикиньте, ноли-ноль вы отправляете. Сложилось, вышлась, какая нафиг разница. Ну, все равно проверяют, представляете. Вот. Значит, что мы на самом деле ожидаем? Тоже какой ответ? Мы ожидаем, что человек скажет, что нужно отправить любые цифры, чтобы просто убедиться, что связка интерфейса и внутренней логики работает корректно. Вот. Потому что это и есть интеграционное тестирование, а API-тесты — это интеграционное тестирование. Да, это тесты, которые проверяют связку, интеграцию. Вот. Ну и, соответственно, мы ждем, что человек скажет, что нужно проверить, проверяется ли логика вот этого вот микросервиса, которая описана на уровне юнит-теста. Потому что, очевидно, она должна проверяться там. Причем было бы здорово еще, чтобы он сказал, даже если их там нет, я все равно реализовывать это на уровне API не буду. Я типа или сам напишу юнит-тесты, или попрошу разработчиков это сделать. Потому что суть пирамиды тестирования именно в том, что мы должны реализовывать те тесты, которые мы можем реализовать на самом низком уровне. Вот на каком уровне, самом низком мы можем этот тест реализовать, мы на нем этот тест реализовывать и должны. В этом смысл пирамиды тестирования не просто какое-то соотношение тестов, там кто-то цифры прям приводит. Нет никакого в этом смысла. Смысл только один. Вот, собственно, и мне кажется, эта задачка, она из жизни на самом деле. То есть вы когда на проекте как бы с такой ситуацией столкнетесь, очень важно, ну нам по крайней мере, чтобы тестировщик понял, что не нужно тащить проверки, которые можно реализовать на уровне API, не нужно их тащить на уровень end-to-end, да, не нужно пытаться с помощью UI-тестов проверять backend и так далее. Вот, прошлый доклад как раз вот в эту же степь на самом деле был. Вот, значит, экстра, это BDD, кажется, я еще успеваю. Значит, я не считаю, что BDD это какие-то знания, которые должен знать тестировщик, вот, поэтому это экстра, но я просто слишком часто слышу набросы на BDD, и, ну, прям меня это немножко уже начинает подбешивать, и потом я решил об этом тоже в докладе немножко рассказать. Значит, что отвечают люди, с которыми мы разговариваем про BDD, это причем говорю не только на сабвесах, это еще и бывает, когда с докладами про BDD приходят. Ну, во-первых, отвечают, что это behavior-driven development, чуть позже поясню, что это значит. Понятно, что среди тех, кто это пробовал, говорят, что BDD реализуется для чего? Для того, чтобы бизнес-аналитики могли писать тесты. Естественно, это не работает, поэтому они против BDD, да, на самом деле это не работает. Есть еще другие люди, которые хотят помочь ручным тестировщикам, и, соответственно, внедряют BDD, чтобы ручные тестировщики, ну, писали не прям код, а вот типа в этой нотации BDD. Они это пробуют, у них это не работает, поэтому они тоже против BDD. Ну, есть те, кто что-то понимает, но все равно считают, что это утопия. Ни разу они не видели, чтобы это работало. Спойлер я видел. Ну, и, собственно, они поэтому тоже против BDD. Значит, что на самом деле, да? Ну, во-первых, это behavior-driven development, и это довольно важно, просто потому что, если мы будем переводить, то это разработка, ведомая поведением. Здесь вообще нет ни слова про тестирование, и эта штука никак не решает проблемы тестирования. Поэтому, ну, я сказал, что я не считаю, что это тема для тестировщиков. Тем не менее, мне кажется, важно это понимать, потому что очень многих тестировщиков и сами тестировщики в эту тему начинают залазить, пытаются что-то реализовать и так далее. Значит, что такое BDD in nutshell, что называется? Это, по сути, расширение TDD. Если вы знаете, что такое DDD, вам будет проще, но суть в том, что мы сначала пишем тест, а потом мы пишем код до тех пор, пока этот тест не пройдет. И BDD – это ровно такая же история. Мы пишем тест в вот этом формате. Этот тест по своей сути является требованиями. Просто это требования исполняемые. Вот в чем суть. Мы реализуем эти исполняемые требования, а потом разработчик пишет код до тех пор, пока этот тест в виде исполняемых требований не пройдет. И после этого мы это можем пушить впрод. Нам даже уже ручное тестирование не нужно, ничего и так далее и тому подобное. Вот в чем суть BDD. Если у вас BDD – это просто тесты, которые пишутся после реализации кода, но в нотации, используя геркинг, кумбер и так далее, это не BDD, пожалуйста, не называйте это BDD и, соответственно, не набрасывайте на BDD. Потому что вообще-то BDD – это очень крутая штука, просто она сложная в реализации. Но если у вас получится это сделать, вы будете счастливы, как никогда. Кстати, тестировщики в этой схеме перестают быть нужны, и это здорово. Значит, о чем я сегодня хотел поговорить. И что я хочу, чтобы вы унесли, собственно, с доклада. Ну, во-первых, пожалуйста, не доверяйте всему, что вы видите в сети интернет. Ну, просто потому что по тестированию там такое огромное количество чуши написано, что я даже, ну, в общем, мне страшно, если честно, за тех людей, которые пытаются изучать там тестирование по интернету. Более того, не доверяйте всему, что вы читаете в книжках. Особенно это касается книжек, которые не в оригинале, которые кто-то переводил, а сам участвовал в переводе книг по тестированию. Я тоже заблуждался, я знаю людей, которые участвовали в переводе книг по тестированию, и они тоже заблуждались. В общем, мы все в разные моменты своей карьеры и так далее, мы можем какие-то вещи понимать неправильно, и это может отражаться в том контенте, который мы, собственно, изливаем. Поэтому пропускайте это через себя, не апеллируйте, а вот у Каннера написано так, а вот у Копланда написано так, не надо, это плохо. Вот. Ну, как бы все должно иметь какую-то аргументацию там логическую, не просто отсылки к источникам. Ну, понятно, не доверяйте всему, что вы читаете. В принципе, хотел написать, типа, включайте голову, но вообще, типа, желательно голову вообще не выключать. Вот. Это очень важно, потому что, еще раз повторю, по тестированию такое количество разной информации, не самой качественной вообще в инфополе, что это прям очень важный пункт, который, ну, как бы, надо себе зарубить на носу, что не все, что вы читаете, видите, слушаете и так далее, это прям правда. То, что нужно сделать чуть ли не завтра, пожалуйста, возвращайтесь к когда-то полученным знаниям. Если вы слушали какой-то курс и у вас остались какие-то материалы, если вы читали какую-то книжку, пожалуйста, сделайте это, перечитайте ее еще раз с высоты того опыта, который у вас есть сейчас. Это правда очень важно. Вы откроете для себя много нового, вы поймете по-другому вещи, которые вы раньше понимали неправильно. Ну, в общем, реально сделайте это, это очень важно. Если вы когда-то читали Копланда, если вы когда-то читали, там, Куликова, перечитайте, это же несложно для вас. И на самом деле это, скорее всего, вам будет интересно, потому что это то, что касается вашей профессиональной области. То, с чего начал, да, будьте профессионалами, пожалуйста, не забивайте на вашу основную, вот эту вот вертикальную палочку. сначала добейте ее, потом уже лезьте в автоматизацию, там, в контейнеризацию, куда угодно. Пожалуйста, сфокусируйтесь, вот, если вы чувствуете, что у вас есть какие-то пробелы в знаниях по тестированию, сначала закройте их, а потом уже двигайтесь дальше. Это про трансляцию, потому что я говорил, что приходят лиды, приходят сеньоры, у них наверняка есть какие-то юные падаваны. Тоже не спешите кого-то менторить в той теме, в которой вы как бы не разбираетесь. Ну, в плане, вы можете это делать, но тогда будьте уверены в том, что то, что вы говорите, вы в этом разбираетесь. Не просто, опять же, отсылки к источникам, что вы сможете это объяснить на пальцах, там, джуну, медлу и так далее. Не доверяйте всему, что вы слышите на конференциях, не доверяйте мне, я тоже могу ошибаться, это нормально. Пропустите еще раз это через себя, найдите какие-то противоречия, и можно попробовать в них разобраться, можно со мной, можно еще с кем-то. В целом, типа, больше общайтесь. Собственно, говоря, голову не теряйте, да, всех вам благ. У меня тут есть список с невошедшим, возможно, это будет какая-то вторая часть доклада. Я ее сюда вставил для того, чтобы, может быть, у кого-то есть какие-то мысли. Вот, например, пункт 5. У меня очень болит на этой конференции, потому что все упорно продолжают называть тестировщиков QAM, с чем я категорически не согласен. Да, если у кого-то есть какие-то мысли, то можно об этом подискутировать где-нибудь в кулуарах. Вот, здесь мои, ну, собственно, контакты. Вот, есть личный контакт, есть там телеграм-канал с мемами, есть телеграм-канал с котом. Телеграм-канал, где я пишу свои умные мысли, нет. Вот, так что, если кому-то это надо было, увы. Вот, да, кажется, на этом все. Да, спасибо за внимание. Я буду рад ответить на вопросы. Да, Женя, спасибо. Тогда переходим сразу к вопросам. Поднимайте руки и микрофон, пожалуйста, поближе к рту. Я забыл сказать, что у меня есть подарок за лучший вопрос. Неожиданно. Привет, спасибо за доклад. Смотри, вопрос такой. Ты сказал, что ты собесишь сеньоров, и часто, когда они приходят на собесы, а ты им спрашиваешь, типа, расскажи про техники тест-дизайна, там, граничные значения, виды тестирования, и все такое, они тебе говорят, ну, я же сеньор, я вот этим не занимаюсь, я великие вещи творю, верхним уровнем и все. А если мне это надо будет, то я, ну, типа, за пять минут все вспомню, все повторю, как ты на такое реагируешь. Ну, во-первых, сеньор — это не лид. И понятно, что у лида может быть своя специфика. Но anyway, я считаю, что старший товарищ должен уметь что-то объяснить, и чему-то научить младшего товарища. И, соответственно, если мы говорим про какого-то сеньора-тестировщика, он должен мочь объяснить нормально, да, на пальцах, что такое классы эквивалентности, граничные значения и так далее, какому-нибудь джунну. Ну, просто потому что такая преемственность должна быть. Если ее не будет, то джун будет идти в интернет и читать там, что попало. Вот, поэтому для, ну, как бы для нас и для меня лично очень важно, чтобы, ну, вот, сеньор-тестировщик был действительно вот с этой сильной, вертикальной палочкой, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Абсолютно согласна. Спасибо. Спасибо. Я слышал, что в точке разрабатывают через ТДД. Может быть, фронтенд, может быть, что-то. Вот вопрос. Если бы у тебя была возможность всех превратить в инженеров, которые работают через ТДД, ты бы сделал это, аннигилировал бы тестировщиков как таковых? Это все? Спасибо за вопрос. Это то, зачем я пришел в точку, аннигилировать тестировщиков как таковых. Ну, типа, я действительно считаю, что BDD, которое является расширением, по сути, ТДД, это очень хорошая и правильная штука, к которой нужно идти. Вот. Она не во всех проектах применима, но вообще там в длинных продуктовых историях это действительно очень хороший подход. Ну, мое мнение. Вот, поэтому да. Еще вопросы? Подарок у меня рюкзак, брендовые точки. Он хороший, если что. Так что… Я столкнулся с тем, что многие компании переходят к разделению на чистых автоматизаторов и мануальных тестировщиков, которые в свою очередь знают тест-дизайн и подготавливают чек-листы для автоматизаторов. Как вы относитесь, собственно, к такому подходу? Я отношусь к нему положительно, потому что я считаю, что код должны писать те люди, которые умеют писать код. Обычно это вообще программисты. И если мы говорим про автотесты, то вообще-то это код иногда посложнее продуктового. Ну, вот по архитектуре и так далее. Он действительно сложный. И отдавать человеку, который, как бы, может быть, не хочет заниматься такими сложными автоматизациями, человеку, который, может быть, специальную подготовку не прошел, то есть он из мануального тестировщика неожиданно стал автоматизатором. Я бы, может быть, как бы, как это сказать, массово это делать не стал. Мне кажется, все-таки правильно действительно разделять, потому что, как бы, майндсет тестировщика и майндсет человека, который хорошо пишет код, это, вообще-то, вполне вероятно разные вещи. И пытаться их смешивать всегда в одном человеке, это может быть вредно. Поэтому я скорее поддерживаю такой тренд. Я, ну, есть вопросы по поводу того, что появляются какие-то автоматизаторы из тестировщиков. Я ближе к терминологии из DET, типа software developer, там, инженер in test. То есть это человек, который, собственно, разработчик, просто он пишет тесты. Вот я скорее к этой когорте отношусь. Спасибо. Здравствуйте. Используют ли тестировщики чат ГПТ для написания тестов? И как решается вопрос с NDA, когда мы не можем загрузить код функции, которую мы протестируем, потому что она, как бы, приватная? Ну, я в банке работаю, поэтому мы используем чат ГПТ, вот, облачный, да, какой-то, как-то мы его там… Ну, мы не используем его, знаете, официально, в плане того, что у нас там нет корпоративной учетки и так далее. Я знаю просто тестировщиков, которые так делают. Если говорить про конфиденциальность, то понятно, что нужно просто будет поднимать свою LLM-ку, свою модельку, которая, собственно, будет под это заточена и, ну, она будет и лучше справляться, и она будет просто на наших ресурсах развернута, поэтому… Вот печально, что таких решений пока нету приватных LLM, которые могли бы хорошо писать тесты, к примеру. Возможно, Сбер будет продавать свой гигачат, который они довольно-довольно хорошо используют. Вот. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Я человек-бэкэндер и хочу спросить, как тестировщики-бэкэндеры делят тесты. Поясню. Я делаю задачу, я пишу к ней тесты, я пишу к ней интеграционные тесты, там проверка, там, ну, прям поднимаю сервер, хожу по API, база подключена, все нормально. Я это делаю лично для себя, чтобы, когда я сдам задачу, она была нормальная, чтобы мне ее не вернули сразу же с очень тупой ошибкой. И тут вот был пример с API. Вот я отдаю API, что должен тестировщик проверить, как тестировщик должен понять, что я у себя юниты написал на те задачи. И как это вот поддерживается, синхронизируется между собой. Отличный вопрос. Это на самом деле большая вообще история про то, что вообще-то тестировщики, если мы сходим из парамиды тестирования, вообще-то тестировщики должны чекать, что проверяется на уровне юнит-тестов. Типа это действительно… Каким образом делать? Это отдельная история. В плане того, что это можно просто поговорить, да, и бэкендер скажет, что типа я вот такие юнит-тесты написал. И мы там типа как тестировщики, окей, ну кажется, достаточно. Это можно через ревью, и где-то это реализуется через ревью. То есть там бэкендер, условно говоря, пишет юнит-тесты, а потом тестировщик еще и ревьюет эти тесты, может быть, дописывает какие-то, которых не хватает, потому что для того, чтобы писать юнит-тесты, вообще-то тоже нужно знать техники тест-дизайна, в том числе, кстати, техники тест-дизайна белого ящика. То есть это вот каким-то взаимодействием между бэкендером и тестировщиком это должно вот так вот реализовываться. Потому что по-другому это будут… Ну типа это к чему приведет? К тому, что у нас будут проверки на уровне юнит-тестов, и у нас будут проверки те же самые на уровне API-тестов. И когда что-то поменяется, бэкендер-то у себя юнит-тесты поправит, API-тесты никто не поправит, они свалятся. И они будут, получается, ложно-отрицательные, просто потому что упал не сам тест, а просто поменялась логика, которая как-то там работала, по циферкам, по-другим. И очень важно, чтобы вот таких ситуаций не было, соответственно, договариваться, на каком уровне мы что тестируем. И это нужно делать обязательно с разработчиками, если разработчики пишут юнит-тесты. Вот вы пишете, вы молодец. По моему опыту, вот в начале просто, когда в первый раз функциональность пишется, вот когда она изменяется, вот тогда начинаются самые проблемы. Ну да, вот я говорю, надо договариваться. Спасибо. Всем крутого дня. Я хотел спросить, вот представим ситуацию. Ты на собеседовании, к тебе пришел сеньор, и, ну, я так понимаю, с тест-дизайна обычно начинается, да, что-то. И вот он тебя расстроил. Ответы не те. Первый вопрос. Как ты себя морально успокоишь, чтобы продолжить дальше собеседование, все-таки найти что-то? И второй вопрос связанный. Есть ли что-то, что могло бы тебя убедить, что все-таки он действительно достойный кандидат? Начну с ответа на второй вопрос. Значит, что меня может убедить, когда мы разбираем задачку, я, как правило, там задаю наводящие вопросы. И когда я вижу, что человек включает голову, просто отвечая на мои наводящие вопросы, и сам начинает признавать свои ошибки, что типа, ну да, тут вот это не нужно проверять. Ну да, я согласен. Вот если я вижу, что человек как бы, ну, с царем в голове, что называется, то вполне вероятно, если он там дальше неплохо ответит на последующие вопросы, то вполне он может получить оффер. Вот. не смотря на то, что там он изначально неправильно справился. Потому что для меня все равно важно понимание, да, и способность понимать. И если я вижу, как бы, допустим, понимания сразу нет, но есть способность понимать, то почему бы и нет? Может быть, это и хороший чувак. Вот. Первый вопрос про силы. Слушай, ну, не знаю, я на самом деле сильно просто по этому поводу не прям переживаю. Иногда хочется закончить интервью через 20 минут, но мы для того, чтобы наш HR-бренд как бы не портить, мы все-таки его проводим до конца, но зато мы собираем довольно неплохой фидбэк, который мы всегда при отказе даем, то есть довольно большой объем текста, чего не хватило. Если мы по другим темам общаемся, то мы по этим темам тоже даем фидбэк. Вот. Спасибо большое. Вот коллега спрашивал по поводу тестирования, где что, как размещать. Я убежден, что научить человека и вообще команду, где писать какие тесты, на каком слое, как можно меньше писать тестов, это сложнее, чем научить реализовывать функционал. И это к вопросу от тестовой стратегии, вот возможно, она тоже у вас есть. Как вы это делаете? Как вы учите команды, как работать эффективно? Ну это комплексный вопрос. Я сейчас прям на него, наверное, не отвечу. Суть только в том, что мы всегда разбираем конкретные кейсы, и обычно на конкретных примерах по типу того, который я вот при пирамиду тестирования привожу, это на самом деле довольно типичная история из любой продуктовой команды. Вот, и вот на таких примерах просто мы разбираем, и человек обычно, и разработчик, и тестировщик, они учатся, вот, они понимают, что ага, вот это типа похоже на то, вот это мы типа должны вынести там на уровень ниже, или вот это мы не можем здесь реализовать, нам надо это выносить на уровень API. Вот только на примерах. Да, Жень, спасибо. Спасибо за ответы на вопросы. Кажется, на все ответил. Ты хотел подарок подарить? Да, я думаю, просто какой вопрос, какой вопрос лучше. Было два вопроса про пирамиду тестирования, да, но я, наверное, все-таки выберу вопрос от разработчика, вот, потому что это прям хороший вопрос. Да, вот. Всем-всем таких разработчиков, которые это все понимают, сами перепроверяют и так далее. Вот. На этом все. Спасибо вам. Спасибо.